Сегодня мы будем делать куклу-крепеничку. Это вот такой мешочек, который наполнен гречкой, очень плотно. Обычно его делали в конце осени, когда собирали урожай, и самые лучшие зернышки складывали в этот мешочек, чтобы весной пользоваться как посевочный материал. Также она имеет обереговое значение, чтобы в доме был достаток. Вот. А наполнение может быть разное. Может быть и горох, что-то даже сглаза там мы придумывали, и проса, и рис. Но в данном случае мы будем делать гречку. Вот. Мешочек украшали вот такими тканевыми лоскутками. Вот там беленькая, это рубашка. Дальше, значит, там юбочка. Потом мы сделаем повойник, то есть ручки тоже сделаем из ткани. Завернем их с одной и с другой стороны. И в то же время это как курточка такая будет, тепленькая. Дальше, значит, украшали вот такую тесьмой. Синенькая такая. Шитьем можно было украшать. И потом платочек. Вот, собственно, все. Вот такая куколка. Меня зовут Митр Судина и Надина. Я педагог дополнительного образования. Работаю с ребятишками. Обучаю их рисованию. Постучать. Привязываем ниточкой вот такой. Так. Дальники. А, вы уже голову делаете? Чуть-чуть повыше. Буквально на сантиметр. Смотрите, как я ухватила. У меня уже пошло, пошло. Так, а талию на середине? Не талию будем делать? У меня получилось, я не вязала. Нужно потуже сделать. Метр пятьдесят. Метр пятьдесят. И рядышком, то есть мы, можно так потрамбовать ее, чтобы она устойчивая была, потому что она будет стоять в красном углу в доме. Смотрите. Полоненшик. Мы столбухи. Кучные. Ну, они хозяйственные. Как и должны быть. Сказали же, худых замуж не берут. Вот он и сказал. Так, еще один момент. В разных деревнях делали по-разному. То есть, кто-то делал три обмотки. А, то есть, еще сколько раз обмотали? В этом тоже есть? Нечетное, да. А завязывали четное. Раз, два. Вот узелок. То есть, обматывали или там три, или пять, чтобы нечетное было. Диагма уточки. А завязывали раз, два. Четное. А смысл какой от этой куколки? Это символ чего? Богатой жизни? Да, символ достатка. Богатство, 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 богатство. Богатство, это рис, кстати. Символ достатка. Слушайте, ну, наверное. Теперь мы берем, теперь мы берем ткань, вот так ниточки лишние уберем, чтобы была бы хромушечка. Ну, немножко вот, совсем достаточно. Это у нас будет рубашка, нижняя рубашка. Вот так, крушевная прям получается. Так вот, чуть-чуть выше талии делаем. Только слушайте, даже она вот. Ну, подвернуть можно, да? Талия где? Где талия? Это нижняя. Нет, надо-то головы рубашку дать. Ага, вот. Вот, все. Ее делали в конце осени, когда собирался урожай. Самые лучшие зерна отбирали и вот складывали вот в этот мешочек. Складывали плотненько-плотненько, зернышко в зернышко, чтобы она такая была. Ткани использовали из натуральных, натуральной ткани использовали в зернышко-плотненько. Что-то бумажные. Так, нитки вот такие. На-на-на. Так, вот мы все поправили. Тут локон. Да, теперь нам нужно локон. На куколке были такие девочки, да? То есть, натуально, да? Да, девочки. Теперь нам нужно сделать талию. Собственно, у нас талия уже обозначена, но чтобы... Касающая. Да, у меня она вот выпала, к сожалению. Еще использовали красную нить, и вот она как раз имела обережное значение. То есть, красную ниточку мы берем. Не получилось? Нет. Ну, можно просто подвернуть ее и завязать сверху. Теперь берем красную нитку, поворачиваем ее. Вот где у нас шовчик. И отсюда начинаем заворачивать, где у нас талия. Прихватываем пальчиком. То есть, у нас там два таких вот. Вот, две связки. Пальчиком прихватываем. Оставляем немножко места, чтобы потом... Это будет... Где залезать. Заворачиваем. Заворачиваем раз-два к детали. Два раза. Нет. Два раза обернули. И где спереди, смотрите, нужно сделать переход к левому плечу, где горлышко. Так, повернуть. И вот здесь. И у нас получится вот обережный пистик. То есть, на талии два раза замотали, а потом на левое плечо. И здесь уже его довязывали. Здесь спинка. А как вы научились с вами? Все, что вам передавали, как-то ваши родные, мамушка, откуда? Ну, нет, к сожалению. Я захотела этому научиться и сходила в мастер-класс. И научилась. Теперь мы идем в синюю тряпочку, вот такую, с цветочками. Это у нас юбочка. Юбочку мы завернем оттали. Завернем и так же. Можно чуть-чуть повыше, чтобы она завязалась. И снова завяжем ниточкой. И поэтому мы много ниточек приготовили. Так, они коротенькие, да? Да. Да, я вам не рассказала. Зернышки собирали в конце осени, вот когда урожай собирали. Самой ночью зерна собирали и складывали вот в эту куколку. А весной их использовали потом для посева. Когда год прошла зима и на следующий год, после посева, перед посевом, да, куколку раскрывали и эти хорошие зернышки использовали для посева нового урожая. Так, теперь мы делаем головной урожая. По войне. Возьмите семочку, поворачиваем ее к себе в лицо. Вот этот шовчик, это спинка получается. Какую тесеночку прям? Синенькую тесеночку. Так, чуть-чуть, чтобы между ними сантиметр был где-то. Толик, где-то. И тоже завязываем ниточкой. Нитки можно использовать и беленькие, вот эти. Вот эти нитки. Теперь нужно сделать белую рубашку. Берите белую ткань. Так, взмотать можно опять. Так. Белую рубашечку. Да, это фастучка, а это юбочка. Это рубашка. Это нижняя рубашка. Слушай, как юбочка не делала. Юбочка будет синенькая. То есть это процесс такой небыстрый. Да, я рассказывала. Так правильно, да? То есть мы сначала примерим, как будет, чтобы лицевая сторона была здесь. А потом завернем ей ручки. Да, ну они почти одного цвета. Так, смотрите. Вот это будет как и туловочек, туловая. Ручки-загребучки готовы. Так и тоже веревочка привязываем, да? Нет. Не нравится, что... Да, да. Веревочка. Ручки-загребучки, видите? И-е-е-е-е-е. Фарточек это три. У меня даже имитация кружек. Так, фарточек, он состоит из трех составляющих. то есть это можно совершенно разные цвета и она будет меньше другой и чтобы они были вот выглядели можно даже немножечко подрезать так и смотрите не просто привязать когда фарточку мы его примерили лицом да но вместе теперь смотрите мы перевернем чтобы потом он вот так вот у нас отвлек и вот так вот сюда ну да наши берем ниточку завязываю обычно делали совершенно из разной ткани старенькую ткань брали хочется важно и не резали ножницами отрывали потому что рвется ровненько и потом делают бахромушечку внизу вот я не сказала вам я сделала на беленьком на беленьком то нижней рубашкой там делаю бахромушечку также можно и у фарточка сделать немножко ниточек смотрите оборвать моих эстетических пристрастий вы сделали сейчас юбочку да а почему ткани резали это как какое-то было поверье ну вот да нужно было да вот именно чтобы она она и рвется ровненько и потом если делать бахромушечку еще и в этом случае потому что ножницы не на этих деревень может быть терпеть об этом я не знаю магазинов там не было чек сделали теперь мы делаем рубашечку смотрите чтобы вот эта сторона была яркая так примерили и вот тут вот где эти места вот это у нас будут ручки мы с этой стороны с этой вот так завернем с одной стороны примере и здесь также завернули только вот в этом случае конечно клей удобно или булавочка английской закрутить теперь завязать можно вот этой ниточкой да чтобы покрепче было красота вы вот это не делаете спереди не подклеивать только сзади да можно и спереди подклеивать и остался у нас платочек платочек это сложно я специально его так вот сделала чтобы он растягивался мы немножечко завернем не нужно осторожно как маленьких детей заворачивать зимой и они соответственно хранили вернушки до следующего года до весны если вдруг был голод то семья могла спастись съесть это когда заварить руку заварить кашу накормить и 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